Следующая часть нашей программы посвящается Всероссийскому Дню Баяна, Аккордеона и Гармоники. Эти инструменты всегда были любимы русским народом и на Владимирской земле, что я думаю не случайно, потому что мы и есть воплощение всего самого русского. Есть такой фестиваль, который так называется Виват Баян. Сегодня все подробности об этом фестивале и о любви к этим инструментам мы узнаем у наших гостей, солистов Владимирского русского оркестра под управлением Анатолия Антонова. Это лауреаты Всероссийских и международных конкурсов, впускники Российской Академии Музыки имени Гнесиных Астаки. Станите, здравствуйте, Астак. Здравствуйте. И Александр Шапошников, здравствуйте. Александр сегодня представитель Баяна, он практически у нас здесь в студии. В следующий раз обязательно, да, Александр Баян? Обязательно, в следующий раз. Да, и Аккордеон, это Аста, он тоже где-то рядом. Да, мы всегда с вами. Да, всегда с вами. Вы прям-таки всегда слышите эту музыку. Ну что же, впереди большой фестиваль, но прежде чем мы начнем о нем говорить, вообще, в этом самом дне, всероссийском дне аккордеона Баяна и гармоники, как давно он празднуется, в какой именно день? Аста. Всероссийский день Баяна, он учрежден был в 2010 году народным артистом России профессором Фридрихом Липсом. И решено проводить его каждую третью субботу марта. И вот с 2010 года этот праздник проводится по всей стране, во многих городах. И вот в нашем городе эту миссию на себя взял Владимирский русский оркестр и Анатолий Антонов, потому что Анатолий Иванович у нас сам баянист. И тут, как бы, обойти этот праздник мы не могли. Никак. — Скажите, Александр, вот для вас это действительно праздник? Вы прям как-то его, ну, помимо того, что есть фестивали, есть, безусловно, концерты, я не знаю, может быть, вы отдельно как-то баяны протираете? Может быть, вы в этот день какой-нибудь баян новый себе покупаете в вашу коллекцию инструментов? — Ну, если бы я мог, я бы, естественно, каждый год покупал себе баян, но, к сожалению, не хватит финансов. Вот. Ну, это праздник, это действительно праздник, потому что, помимо, есть концерты, и много концертов у нашего коллектива, ездим и в Москву, и в другие города, и по области, и разные программы. Ну, вот такого, чтобы именно концерт был посвящен исполнителям на баяне, на аккордеоне, на гармоне, будут у нас в концерте и такие номера. Вот. Такой концерт буквально вот раз, один раз. — Раз в год, да? — Ну, да, а то иногда, получается, реже, к сожалению. И поэтому это действительно праздник, мы его ждём, и готовимся к нему, и собираем лучшие, как бы, баянно-аккордеонно-гормонные силы к этому празднику. Вот. Чтобы этот праздник был не только у нас, у исполнителей, но и чтобы мы смогли этот праздник подарить слушателям. — Как ваши ощущения, Аста, в последние годы, ну, например, после того, как появился вот этот тот самый, да, всероссийский день баяно-аккордеонной гармоники, как-то, может, интерес у зрителей увеличился к этому инструменту, или он никогда не пропадал? — Ну, я думаю, что он действительно, он никогда не пропадал, интерес, и тем более баян такой инструмент, он всю жизнь как бы сопровождал людей, и это и застолья, и это и фронтовые все дела, да, вот эти, и всегда и всюду был слышен баян. Какая песня без баяна? В каком советском фильме нет баяна, нет песни? Но с этим праздником, да, это более усилился интерес, конечно, и люди увидели баян со всех его сторон, потому что это инструмент универсальный, это инструмент, на котором можно сыграть абсолютно любую музыку, какую ты захочешь. — Итак, буквально завтра, 16 марта, Владимирская областная филармония, 18.30, приглашает всех тех, кто уже любит баян, аккордеон и гармонику, и не могут без них жить, так и те, кто, может быть, хочет открыть для себя этот мир, прийти и насладиться этим. Вот что будете играть? Давайте о программе, о том, как будет построен концерт, что вы придумали в этот раз. — Программа очень интересная. Первое отделение будут солисты и ансамбли выступать, будет выступать ансамбль нашего коллектива прославленного «Русь», то есть инструментальный ансамбль, то есть не будет ни песен, ни танцев, но будут вот ребята, очень хорошие музыканты, играть интересную музыку русскую, и вообще будет представлен широкий диапазон музыкальной, и как нашей классической баянной музыки, так и классика будет представлена именно вот в этом понимании слова, классический композитор, и будут эстрадные композиции, будут, естественно, вот не обходимся, мы до сих пор без Астра Пьетцола, будет интересное произведение вот Аста исполнять, часть его концерта для Бондониона, кстати, но будет играть на аккордеоне. В общем, будет интересная программа, будет и весело, и грустно, и, в общем, полный спектр эмоций, я думаю, что слушатель испытает. Аста, как бы вы описали концерт, потому что все равно он в вашем представлении уже, наверное, организовался, ведь есть репетиции, наверняка их очень много, вот какие бы эпитеты вы ему подобрали? Ну, грандиозный, фееричный, грандиозный, яркий и очень такой светлый, действительно светлый концерт, потому что очень разнообразная программа, очень разнообразные исполнители, несмотря на то, что мы все играем фактически на одних и тех же инструментах. Они все разные, они каждый по-своему интересны, и каждый будет исполнять то, что близко ему конкретно. То есть программу составляли сами музыканты, то есть это праздник, да, и все это... Ну, мы просто общались с ними, да, и вот в процессе разговоров у нас выяснялось, что бы вот ты хотел сыграть, я бы хотел это, то есть и мы брали именно то, что хочет исполнитель. А будет такой момент, когда практически все выйдут и прямо ох, да? Да, это, конечно. А, вот это грандиозно, я думаю, что на это стоит посмотреть 16 марта, то есть уже завтра, 18.30. Вот сейчас Аста уже сказала, что инструменты похожие, но все-таки разные. Сейчас я попрошу вас попробовать описать инструменты, вот, да, Александр будет описывать аккордеон, его особенности, чем он отличается от баяна, что в нем есть такого уникального, чего в баяне нет. Да, а Аста наоборот, что баян дает, какие он дает абертона, а чего аккордеон дать не может. Итак, сейчас Александр Шапошников, баянист Владимирского русского оркестра, споет оду аккордеону. Пожалуйста. Да, но мне это немного проще, потому что я музыкальную школу закончил именно на аккордеоне. Вот, аккордеон замечательный инструмент со своими большими плюсами тембровыми, тембровыми. Вот, на нем очень, и он сейчас, кстати, надо сказать, что он более популярен, к сожалению, к моему, как баянисту, чем баян. Вот, и это не даром, потому что играется разнообразная музыка, разнообразные стили, разнообразные жанры, на нем исполнимы, и, в общем, ну, замечательный инструмент, замечательный. Аккордеон можно услышать практически у всех рокеров, вот, да, вот, всех, кто слушает, я не знаю, там, от Чижа до Ленинграда, там есть аккордеон, он обязательно там звучит, и он очень узнаваем. Аста, теперь вы, ваша, Ода, баян. Ну, лично я, как аккордеонист, это будет немножко, может быть, странно, но я бы предпочла играть на баяне. Какой сегодня вечер откровительный. Да, потому что, когда я училась в высшем учебном заведении, я сталкивалась с теми проблемами, что я не могу сыграть что-то, что хочу сыграть. У баяна больше плюсов, вот, таких вот, что много произведений написаны только для баяна, и на аккордеоне их немного сложновато играть, и даже транскрипции каких-то, там, фортепианных, скрипичных произведений легче сыграть на баяне. На баяне легче играть русскую, песни русские, на баяне легче играть вот эти все классические обработки русских народных песен тоже. Потому что аккордеон, он более эстрадный все равно инструмент, он более такой романтичный, я бы сказала. Вот, а баян, он душевный. При этом, прародительница всего вот этого разнообразия инструментов, у которых есть и клавиши, и меха, это, конечно, гармошка. Русская гармошка. Гармонисты будут на концерте? Будут, будут. Очень хороший. Ну, вообще, он разноплановый музыкант, он играет на очень большом количестве инструментов. Это заслуженный артист России Николай Литвинов, руководитель государственного ансамбля «Русь». Вот, и он будет представлять в нашем концерте гармонию. Кстати, нашего земляка, тоже проработавшего большое количество времени в этом же ансамбле, в ансамбле «Русь», произведение будет его исполнено, Сныгина, Николая Сныгина. Вот, такая дань памяти тоже будет присутствовать в нашем концерте. Ну, что же, до концерта осталось буквально, ну, чуть больше, да, около суток? Да, почти суток, да. Можно еще спланировать свой вечер пятницы, чтобы провести его необычно, и для этого я попрошу вас, Аста и Александр, пригласить наших зрителей, кого вы в первую очередь ждете, кому вы советуете непременно этой весной, как раз в середине весны, провести вечер в компании с аккордеоном, баяном и гармоникой. Аста, вам слово. Я приглашаю всех любителей этих инструментов. Хочу пригласить ребят из музыкальных школ, которые так или иначе связаны с этим инструментом, всех неравнодушных, потому что это действительно, это очень душевный и светлый праздник. Праздник Всероссийский день баяна аккордеонной гармоники. Поэтому 16 марта, завтра в 18.30 на сцене Владимирской областной филармонии мы постараемся показать все, что мы умеем, и привлечь внимание к нашим инструментам. Александр, добавляйте, что бы вы добавили к словам Аста? Да, собственно, все она сказала, учеников их родителей, с друзьями, с коллегами, приходите все, будет, я думаю, будет интересно, будет весело, будет замечательный праздник. Вот, поэтому приглашаю всех, кому не лень. Мы поздравляем вас с действительно вашим, вашим днем, днем баяна аккордеонной гармоники. Пусть завтра будет полный зал, пусть вы получите то удовольствие, которое вы ждете, к которому так долго готовились. И спасибо, что были сегодня с нами. Вам спасибо огромное. Спасибо.